Апокалипсис неизбежен? То речь ведет о том, что когда общество будет жить только по законам, когда пропадет всякое понимание конкретности добра, то есть общество, которое живет только по законам, это и есть апокалиптическое общество. И по законам печать поставят, и по закону заставят общество быть определенным и прочее. Все будет сделано по закону. И вообще говоря, это противостояние закона и благодати, противостояние закона и конкретности добра или любви, это противостояние, оно ведь и есть исходное христианское противостояние между Новым и Ветхим Заветом. То есть в чем состоит новизна христианства? Что она показывает ограниченный закон, она говорит о том, что законно это не все. Что закон несовершенен, и не может ничего до совершенства довести, что нужно двигаться в другом направлении. Что есть некоторого рода конкретной жизни в любви, и вот конкретная жизнь в любви, она может и имеет право, и должна, если это необходимо, ради любви нарушать законы. И поэтому главное состоит в том, чтобы любить друг друга, а там уж в законе это будет или без закона, это уже не существенно. И вот это вот некого рода противостояние между законничеством и христианским добром или христианской любовью, мне кажется, этому противостоянию также посвящен и апокалипсис, который как раз указывает, что вот последние дни любовь вот эта охладеет, то есть она исчезнет, и все, и останется только вот этот закон. Да, вот этот холодный закон, да, абстрактный, холодный законный, и, конечно же, по этому закону можно будет жить, но вот это вот новое, последнее апокалиптическое общество, оно вот будет исключительно законническим. А может, наоборот, вообще даже еще и законы не будут соблюдаться? Нет, законы будут соблюдаться. Почему? Законы же это ведь разумность. А как взаимодействовать? Как люди будут жить без разумности? Ведь, понимаешь, можно какие угодно себе картинки рисовать страшные, что люди будут друг друга убивать, резать, но это... Как показывать, если брать реалии, такого не случится. Почему? Обрабовать. Там не соблюдается закон. И еще раз говорю. Нет, тут правда есть другой момент, что в мере совершенствования закона, хотим мы этого, не хотим мы зло выращивать, мы его совершенствуем. Потому что зло становится все более изощренным. Да, это тоже момент, это тоже поправильно замечательный момент. Но сам факт, когда-нибудь, если мы встаем на путь закона и идем последовательно в сторону закона, мало того, что закон остановит в конечном счете вообще всякую нашу свободу, прекратит. Но это ты считаешь, что если закон будет дальше развиваться, что если он будет все более-более детализироваться, все более-более ограничивать нашу свободу, чтобы... Чтобы быть светом муравейником. Чтобы в том числе и ущести момент... С другой стороны, это вырастет колоссальное зло. Ну, ты опять же про зло говоришь, как про нечто сущие. Мы же говорили про то, что зло – это не сущие, как и добро не сущие. Зло и добро – это намеренность некоторой рода свободы совершить пользу или вред. Соответственно, там... Давай как... Добро-то сущие. Почему? Ну, в христианстве и вообще говоря, в любой религии добро, конечно, сущие. Ну, тогда и зло сущие. Сущему противостоит сущие. Зло, недостаток и добро – тоже так можно сужать. Давай как бы просто смотри. Что я хотел сказать? Но, тем не менее, несмотря на такую как бы аналогию страшную, да, апокалипсис, о том, что вот наступит такое время, когда любви не будет, а будет только один закон, да, будет только одна справедливость. Потому что закон состоит на страже справедливости, и в принципе, он и есть реализация справедливости. Тем не менее, как бы, вот это всё-таки... Почему это нечто страшное? Почему мы должны бояться того, что это так случится? На самом деле, видимо, древние всё-таки понимали, что рано или поздно это случится. Они видели, насколько шатко вот это вот состояние любви. Почему оно шатко? Ну, потому что оно ведь базируется вот на некоторого рода реалиях, которые невозможно никак выписать. Вот закон можно написать, да, закон можно кодифицировать. А те реалии, о которых мы говорим, конкретность добра, её невозможно никак кодифицировать. Мы постоянно говорили о том, что вот есть некоторого рода вещи, которые можно понять, да, исходя из конкретности. И даже в своей конкретности полностью изъяснить и объяснить, почему надо было так поступать или иначе, да. Но не на все случаи жизни сделать этого невозможно. И поэтому невозможно выписать такое, некого рода, всеобщее правило, как надо поступать. В общем, получается, правило только одно, что делай добро и не делай зла. Но в каждом конкретном случае это вообще говоря, в своей конкретности будет разное. Причём одни и те же действия в одном случае будут добром, как бы, да, а в другом случае могут оказаться вредом. Они не окажутся злом, потому что зло требует намерения, да, вот этого, совершить вред. То есть, если человек будет намериваться совершить пользу, но, тем не менее, не войдёт во всю конкретность обстоятельств, то он может совершить не пользу, а вред. Точнее, может совершить вред, да, и получится то, что он не осуществит своё намерение. Так вот, в обществе, пока существует в обществе семья, да, и пока в семье, как бы, явствует, что такое любовь, и семья может научить человека в тесном взаимообщении, да, с другими людьми, научиться, как бы, вести себя и действовать, да, и в отношении, так как бы, взрослых, и в отношении других равных детей и прочее, да. То есть, семья вообще всегда была ящейкой общества, в которой все совокупные, все различные обстоятельства взаимодействия людей, как бы, осуществляются. Потому что семья же, это не только отец и мать, это подразумеваются бабушки, дедушки, там, какие-то параллельные родственники, там, брать двоюродные, тёти, да. То есть, конкретность, как бы, вот этого рода, она позволяет человеку понять всю совокупность взаимоотношений людей, в том числе понять, что такое добро и зло, да, в своём вот непосредственном воплощении, да. И уже когда человек общается с другими людьми, он уже может это всё понимать и пытаться выстроить, как бы, ну, как мы говорили, нового типа общины на основе нового типа семьи, да. Семья, которая базируется не на родовом принципе, а которая базируется на братстве, да. Так как все люди, дети будут. На духовном братстве. На духовном братстве, да. Так вот, если вот этот скреп общественный, если вот этот фундамент общественный, как бы, в виде семьи будет разрушен, то есть, естественно, образом отомливают, к чему всё, как бы, идёт, как мы говорили, то примера не будет, и не будет непонятно, как взрастить вот это вот понимание того, как люди должны взаимодействовать. Потому что возникнет вот этого никакого абстрактного, как бы, формального взаимодействия, вот, как уже современное общество, ребёнок может донести на родителей, да, там, как бы, и пытаться с ними даже судиться, и даже выигрывать процесс. То есть, уже, то есть, доходит уже до маразмов, да, то есть, как бы, уже, вот, отсутствует вот это вот понимание того, что такое добро и зло. Недаром ведь Христос говорит, не судитесь, правильно, надо говорить. Не судимы будите. Ну, это понятно, это мораль. А суть вопроса состоит в том, что надо... А пока идёшь с соперником, мирись, да. Да, надо мириться, да, надо, как бы, не пытаться формально действовать, надо действовать конкретно, потому что... Что значит мириться? Ведь, в сути, просто... Что значит судиться? Это значит действовать формально. Действовать формально. Вот есть некого раз в закон. Ты прав, допустим. Ведь часто бывает так, что ты прав по закону, а по-человечески нет, понимаешь? Часто ведь так бывает. Вот сколько... Я вот постоянно удивляюсь, какие-то в последнее время рассказывают о каких-то судах, да. И все эти суды, они вот по закону, может быть, и правосудные, а, как бы, по-человечески, они какие-то странные. Конечно, так нельзя. Нельзя, на самом деле. Получается так, что одни преступления почему-то, как бы, такие, вроде, в наших глазах маленькие, и осуждаются очень сильно, а другие, которые в наших же глазах кажутся, там, это просто вопиющими, там, они почему-то, как бы, там, сглаживаются, и, там, и... Приговариваются, там, люди к условным словам. Ну, как вот, какая-то вот есть такая глупость, понимаешь? И вот закон, он такой, понимаешь? Как закон, что дышал, куда повернешь, так и туда и вышел, понимаешь? То есть в этом... Это присутствует момент. Потому что момент субъективности, ведь закон даже сам понимает, что... Недаром ведь судья есть, да? Судья имеет, все-таки, некоторую роду возможность трактовать определенную вещь в ту или иную сторону. И при желании можно, в принципе, как бы, всегда трактовать в нужном тебе направлении. Так вот, а тут ведь речь шла, и у Христа всегда речь идет не просто о законе, речь идет о внутреннем вот этом, да? Речь идет о вот этом настоящем, подлинном, вот это истинной правде, да? Ты должен действовать не по закону, а по правде. Это вот истинная правда, она некая внутренняя, да, настоящая. Ему надо следовать, да? И это, оно часто противоречит тому, что говорит закон. Да, и поэтому надо мириться. Я хотел тебя спросить, а вот в этой религиозной литературе ты никогда не находил какого-то перехода? Потому что вот Новый Завет, Деяние, это все понятно. Потом Бах, Апокалипсис. Должны же быть какие-то переходы еще. Между прочим, в древней традиции Апокалипсис поздно включен в тексты священные. По-моему, даже в восточной православной традиции он даже чуть ли там не в 16 веке включен в свод вот этих основных священных текстов. Он где-то там, по-моему, у католиков там более ранее включен. То есть, на самом деле, если вдуматься, дело же ведь не в том, что есть какой-то Апокалипсис, и надо его бояться. А дело состоит в том, что, в принципе, у христианства есть некого рода предел. У самого христианства. Ведь что такое Апокалипсис? То есть, христианство однажды закончится. О чем говорит Апокалипсис? И этому христианству есть пределы. И у этого предела есть естественные составляющие. Ну, есть две составляющие. Есть естественные составляющие развития человечества, а есть как бы с мистической составляющей. Происки дьявола и прочее. Или там божественный замысел. Или что-то в этом роде. Так вот, если брать, как бы, неважно, какова причина того, чтобы у христианства будет предел, тем не менее, он есть. Потому что все когда-нибудь начинается, и все когда-нибудь кончается. То есть, можно стоять и речь о третьем замете? Ну, зачем вы об этом сейчас говорите? Вопрос, скорее, состоит в том, что вот этот предел христианства, это и можно назвать Апокалипсис. И, в частности, этот предел, как бы, мы, понимая, в чем состоит этика христианства, можно увидеть в том, что вот есть некоторого рода засилие закона. То есть, есть некоторого рода, как это называется, не безудержность закона, а какой-то там истерия закона, что ли. Закон, как бы, на самом деле, доходит до того, что хочет внедриться везде. Он хочет все везде прописать, все обо всем, ребята, все разложить по полочку. То есть, он хочет внедриться, да, все проконтролирует, он хочет внедриться в семью. И те отношения, которые в семье, естественным образом, складываются, да, и которые не поддаются никакому законотворчеству, он хочет все это прописать, как должно быть, да, понимаешь? Там туда все это, все гражданско-правовые нормы туда внедрить, да, как бы, и взаимоотношения родителей, и детей как-то там упорядочить. Он хочет внедриться во все, понимаешь? Он в любую общность, которая существует, он хочет внедриться, да, везде прописать, как должно быть. То есть, закон, на самом деле, начинает сходить с ума, понимаешь? Вот есть вот некоторого рода такая вот истерия, как называется, закона. И причем, откуда такая истерия берется? Это уверенность, что все должно регулироваться, понимаешь? Вот власть, она смотрит на общество и видит, что общество не во всем управляется. Вот есть некого рода поверхностность, которая управляется, да, обществом. То есть, общество управляется как-то, да. А есть какие-то глубинные структуры, которые неуловимы, которые оно тоже хочет ими управлять, потому что оно понимает, что причины всего, что происходит в обществе, они вот исходят из этих глубинных причин, глубинных каких-то вещей. И оно хочет туда тоже внедриться и там тоже наладить некоторое родоуправление. А как это сделать? Надо навязать какую-то структуру. Можно управлять только структурами. Невозможно управлять какой-то хаотической массой. Можно управлять структурами. Вот это закон, это и есть эта структура. Ее она навязывается, да, она везде, ее везде пытаются втиснуть, на самом деле, да, для того, чтобы можно было, если структура навязана, как бы, через манипулирование этой структуры, внутри, как бы, действия на уровне этой структуры, да, можно уже человеком управлять. То есть внедряется какая-нибудь конструкция, да, в сознание человека. А потом, как бы, с помощью определенного рода изначально заложенной технологии, да, в эту конструкцию, можно человека, как бы, заставить делать одно или другое. То есть человек, например, вот, например, у нас вот в политической сфере почему-то считается, что есть противостояние власти и народа, да, вот человеку навязывается это понимание, и он уже смотрит, как бы, и думает, действительно, я с народом, значит, власть против народа, там. Понимаешь, и там, как бы, такая вот глупость навязывается, и как будто бы все вот так вот, это такая дилемма, как будто бы, существует, что как будто власть отдельно, она, как бы, антинародна, вот такая какая-то... Это же на самом деле ничто иное, как манипуляция. Это некая схема навязанная. Естественно, реальность выглядит намного сложнее. Чтобы реальность увидеть, надо всегда всячески от таких простых схем отказываться и пытаться увидеть, как на самом-то деле. На самом деле все многосложно. Также, на самом деле, откуда берется желание везде выстраивать закон? Если ты посмотришь, насколько я вижу, современные войны во многом есть войны законотворчества. Выигрывает тот, кто умеет работать с законами. Вот если посмотреть, например, понятно, что возможно спонтанная какая-нибудь война. Но в нашем обществе современном, которое супер зарегулировано, даже на международном уровне, такая война невозможна. То есть, на самом деле, чтобы объявить войну или сделать какие-то действия самостоятельные, требуется заручиться законом, каким-то мандатом ООН или еще каких-то миротворческих организаций, еще какую-то поддержку одних законов, других, какое-то международное право есть. То есть, на самом деле, все зарегулировано. Не так все просто. И, собственно, сфера нашей деятельности, она и на международной арене, и на внутренней государстве, везде присутствуют какие-то законы, которые мы нарушаем или соответствуем. Постоянно. Что бы ты ни делал, как бы ты ни поступал, ты постоянно находишься в этой сфере этих законов, которые тебя тобой регулируют. В нашем обществе российском принято жить не по законам, а по какой-то правде. Пока. Но на самом деле, многие люди, в том числе манипуляторы и всякого рода жулики, они уже давно осознали, что с помощью законов можно любую свою, ну не любую, но почти, многую свою, скажем так, эгоистическую волю проводить в жизни. И можно быть правым по закону, хотя и быть подлецом по существу. Но, тем не менее, большинство людей все-таки еще живет по какой-то правде, которая понимается не как закон, а как-то по-другому. Вот это та самая правда, как у нас говорят, по понятиям. По понятиям, да. Но мне вот кажется, что в мировой практике сейчас, как бы, все существует, все где работает по закону. И любые там организации международные, типа там этого, как его называется-то, мы вступили недавно. Международную торговую систему, что ли, как она называется там. А, ну да. Это как бы закон. То, как может использовать правильно закон. И, фактически, мы должны были бы, в нашей государстве должно было бы это уметь. Да, и должны были бы быть, по идее, на международной арене вот выдающиеся юристы, которые могли бы вот это делать. Но насколько вот я где-то читал и смотрел, у нас вся проблема с этим, с ВТО, да, вот, обнищенной торговой организацией, вот так называется, да, с ВТО. Нам проблема состоит в том, что у нас этих юристов-то нет. Потому что фактически это у юристов подготовленных, чтобы вот в этом, в дебрях этих законах, в ВТОшных, как бы действовать, да, и защищать своих производителей, своих там, свое государство. Сейчас у нас вот таких юристов нет. Фактически мы это постоянно, наверное, будем сдавать здесь свои позиции. Мы точно так же сдали свои позиции в других вещах, да, там, на международной арене. То есть, на самом деле, закон – это очень сильная вещь. Вот, она, знаешь, с чем связана, как вот я думаю? Она связана с тем, что нарушит, что есть понятие данного слова. Вот, если ты дал слово, да, то ты должен его соблюсти. И причем в этом присутствует определенного рода доблесть. Как бы, да, нарушить свое слово – это подлость. Это, как бы, это непростительно. Что ты, если дал слово, должен его держать. А закон как работает? Вот, подписали мы какой-то акт международный, допустим, в наше государство. Извините, хоть кровь из носа, хоть вот там в трубочку свернитесь, а соблюдайте эти теперь нормы. Вон про ВТО, там, я не помню, коммунисты, по-моему, пытались в Конституционном суде оспорить законность принятия, ну, это, как его, ратификации этого договора, да, у нас в Госдуме. Тем не менее, Конституционный суд ответил, что это не в его комитенции. Все. Понимаешь? А, оказывается, он мог, на самом деле, рассмотреть этот вопрос только в том случае, когда закон, когда ВТО-нормы, как бы, приняли, да, от имени государства, но еще были не ратифицированы в Госдуме. А когда в Госдуме были ратифицированы, уже, как бы, пояс ушел, ничего сделать нельзя. Ну, это же глупость. Получается, вообще, что получается? Себе удавку на шею нацепили, как бы, еще сделать не можем. То есть, закон – это оружие, фактически. Понимаешь? Современное оружие. То есть, и против нас его целенаправленно используют, против нашего государства. Но точно так же, и внутри ведь государство ведь точно так же. Вот сейчас издали закон, там, допустим, кучей издаются каких-то глупых, дебильных законов. Да, допустим, закон о том, что при помещении объявления на имя на работу нельзя указывать, там, какие-то данные. Там, пол, там, как бы, там, возраст и прочие, прочие данные. Закон издали. И что теперь? Если, как бы, нарушаешь закон, то тебя, там, карают. Даже, опять же, это как оружие работает, понимаешь? То есть, ты, как бы, бессилен, да? Тебя… 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 Это, подойдете вы нам или нет, увидят, что он нерусский. И они, например, не хотят брать нерусского. Да все понятно. Они… Что, они не понимают, что… Тобто и состоит суть, что закон, как оружие, на самом деле, ему на эту конкретность наплевать. Что в конкретной жизни, на самом деле, противоречии закону, закон просто будет действовать здесь формально. Он же… В чем суть этого оружия? Как издали закон, значит, органы, которые следят за соблюдением закона, обязаны будут смотреть за тем, чтобы этот закон выполчался в жизни. Если кто-то его будет нарушать, они имеют право тебя наказать. И получается же так, что, как бы… Мы ведь не знаем совокупности многих законов, которые изданы у нас. Это может случиться так, на самом деле, что кто-то что-то говорит, а какой-то закон уже нарушает. То есть… И, как бы, подпадает, как бы, под статью и прочее. Вот… Опять же, ну вот… Вот этот бред, на самом деле, да, как бы, противоречия между формальностью закона и конкретностью жизни, он все больше и больше, как мне кажется, будет нарастать. Давай к Антихристу возвращались. Нет, это и есть Антихрист. Я же говорю, это глобальное государство. Вот эта вот попытка регулирования сфер жизни, которая не подвластна закону, которая закон и не может отрегулировать, там, допустим… Как ты думаешь? Регулирование семьи и взаимоотношений людей, а? Как ты думаешь, как древние? А древние, я подозреваю, что просто власти такой не было. Сейчас ведь электронные возможности позволяют контролировать все. Тогда таких не было возможностей. Нет, как они додумались до апокалипсиса. Ну, вот это любопытно, да, конечно. Потому что… Ну, я же тебе говорю, что они додумались с точки зрения, что, ну, будет конец крестьянства. То есть, у крестьянства есть начало, значит, у крестьянства будет конец. Тут, как бы, с точки зрения того, почему они додумались, тут ничего особо любопытного нет. Как они понимали этот конец? Как мы видим, на самом деле, конец крестьянства состоит в том, что возобладает закон. То есть, законы, в итоге, в борьбе с конкретностью добра, вот, с жизнью, да, победят. Да, это и будет царством Антихриста. Да, это и будет царством Антихриста. А по-нашему это будет, как бы, максимально атомизировано общество. И как бы исчезнет семья, вот, исчезнет все, что держится на непосредственном общении, да. В конце концов, ведь, исчезнет даже совесть. Ну, что там? Ведь совесть даже, ведь, тоже, ведь, коренится во многом вот на этих конкретных взаимоотношениях. Все будут действовать, да, на понятиях, да. Все будут действовать по закону. Если я по закону прав и имею право, там, что-то, там, делать, там, хотя по-человечески это неправильно, то буду делать. Ведь, на самом деле, все эти, вот, последние, опять же, всякого рода скандальные законы, там, тоже исходит из того, что, как бы, закон, законом, это, это некого рода, как сказать, закон, законом можно все решить, вот так из этого исходит. Все решается законом. Хотя, на самом деле, все решается незаконно. Что закон, закон это просто некоторого рода рамки, в которых должна существовать жизнь. А у нас случается, наоборот, что есть, как бы, закон, да, и что жизнь существует благодаря закону. То есть, надо издать какой-нибудь закон, чтобы могла состояться жизнь, вот так. А не наоборот, так, что вот существует жизнь. И законы нужны, чтобы, как бы, эта жизнь могла просто… Немножко регулировать ее. Нет, она могла самосогласоваться. Ну, потому что есть, как бы, одна свобода, другая свобода. Надо сделать так, чтобы люди друг другу не мешали, да. Законы нужны только как способ обеспечить это… То есть, фактически, стремиться нужно к другому, нужно стремиться, чтобы законов было меньше. Меньше. Надо стремиться, чтобы было меньше законов, и стремиться к тому, что чем дальше, тем больше, чем меньше, и меньше должно быть законов. И вообще, законы, в итоге, как бы, в любви уже вообще не нужны. Мне все позволено, но не все полезно. Понимаешь, вот, как бы, должно было бы звучать, как бы, уже вот это, максимальный уровень любви. Понимаешь, если человек действует из любви, он никогда, на самом деле, не совершит другому зло. закон ведь тогда не нужно то что если ты начнешь как подействовать как-то сразу увидишь что это против мешает другой свободе ты остановишься там да и со сам остановишь себя из любви просто другому человеку вот так